здравствуйте ну вот он настал последний рубеж финальный уровень сервисом bright айланд и да мы это сделаем итак начинаем здесь оттуда мы появились если пришли сразу секретного уровня выходим сюда здесь мы собираемся вот это вот добро в этом довольно симпатичном месте здесь сейчас будет куча солдат и будет прям новый так что мы не будем брезговать взрывным оружием просто потому что это весело отделившись и от стаи можно и отстреливать здесь ничего сложного это обычные рядовые безголовые солдаты далее уже будут появляться прокаченные ребята которые в круговую бьют такими атаками от которых сложно уворачиваться но можно прятаться за этими колоннами также будут бомберы которые вас везде достанут здесь при неосторожности можно потерять довольно много здоровья но мы справились следующая волна гораздо опаснее там будут командос помните такие довольно живущие версии бомберов которые кидаются несколько бомб ярости превращается в камикадзе с ними тут конечно да лучше вот так вот ну что их атаки довольно смертельные там еще появились биомехи едва ли они пока что представляют угрозу ул опасно так и а ой и где-то биомеха слушаю еще где он застрял не биомеха даже не послышал вас дружище и нормально родная штука но ладно итак тут уже бои будут повеселее да на домиках появятся вот эти вот ребята нам побегут камиказу далее будут зорги и зумбулы а вот это конечно немножко засвечивает нам обзор но это не так плохо как на предыдущем уровне да скелеты еще побежали я про них забыл следующей волной насколько я помню будут биомехи В том числе и красные. В принципе, этих зумблов иногда неплохо оставляйте живыми, потому что они, как правило, идут за всеми. Стреляют, не думая, и попадают по оргам как раз таки. Но я предпочитаю, чтобы они просто оставались смертными. В целом дела идут неплохо. Ой. Что такое? Главное, не бежать слишком быстро вперед, а то эти биомеханоиды могут появиться прямо у вас на голове. Ну да. так вот и кукурбиты пошли я боялся просто смотрел наверх я думал зашел слишком дальше далеко и не будут вы придете на меня но но все хорошо поочередно избиваем абсолютно ничего сложного так ну это все берем здесь аптечку если нужно и поднимаемся далее в этой местности здесь будет камиказа мы еще здесь подождем пока они все выбегут их много и опять же это не сложно это просто долго то есть опять же здесь никакого вызова нету просто стоим вот так вот можно даже не двигаться но я все равно двигаюсь машинально в этом долларике будут скорпионы только мы зайдем нам нужно нажать на две такие кнопки открылись ворота дальше каждая кнопка вызовет стойку гарпи но там еще не скорпион два точнее и еще один красный должен быть вот здесь так и вот в этом домике находится единственный секрет на этом уровне это вот такой концепт арт концепт арт уровня миленько это представила скорпион ну ладно убиваем скорпионов и переключаемся на дороге так за этими воротами будет большой голем водяной и элементы насколько я помню да опять же ничего сложного поднимаемся уже здесь лестница скромнее ну да ладно здесь опять же все не так плохо тут побегу скелета потом будет быки и красные биомехи можно стоять здесь просто и отстреливать их а а а Против скелетов, кстати, я бы не рекомендовал использовать взрывное оружие, потому что их выбрасывает вот этого мостика вниз. И довольно нудно выцеливать где-то там внизу. Это не обязательно, конечно, но если хотите получить максимум убийств, то придется. Так что используем миниган, благо он справляется с ними. Ура! Вот здесь сейчас появятся демоны. Прячемся за колоннами, чтобы их снаряды нас не достали. Отлично. Также, когда мы пройдем, здесь появится рептилоид. Вот сейчас. Замечательно. Также голем должен быть, насколько... Да. Я помню. Таймены. Вы видели, один упал вниз. Его порождение. И я хочу показать одну вещь. То есть мы видим, сколько сейчас он не убийств вот здесь вот, да? И мы сейчас... Да, убьем его. Он даже не один. Так, еще раз смотрим убийства. Угу. По очкам было видно, что мы их убили. И так, в принципе, видно. И смотрим, что щетчик не поменялся. То есть порождение големов за убийство не считается. Я, честно говоря, только сейчас... Ну, только играя вот в это дополнение, я это заметил. Я раньше не обращивал на это внимания. Ну, просто информацией. Здесь сейчас зумбулы будут. Один вот здесь. Тут и наверху. Также камикадзе побегут. Которые я обычно не даю даже спуститься. Их бы следовало пускать одновременно с зумбулами. Тогда бы бой был интереснее. Ну, да, ладно. Воздушные големы Гнаары. Здесь будет довольно неприятный бой с лягушатниками, скелетами и биомехом с ядрами. По-моему, у него даже тут будет парочка. Даже трое. Я не помню. Но мы увидим скоро. Да, вот один появился. Это было опасно. Здесь главное контролировать жаб, которые их порождают, лягушатники, и вовремя их устранять. Желательно сразу же. Еще один большой братишка. Ай-яй-яй. Остановится чересчур много. Порежем. О, кстати, я забыл показать кое-что. В смысле? А, вот. Здесь еще. Так вот, вот здесь. Мы видим верхушку пирамиды и луч из нее, который в это выходит. Это как раз таки вот пирамида предполагается с пятого уровня, где мы запустили вот этот вот портал. Помните? И в конце был такой глуповатый бой. Но опять же, внимание к деталям. Этого не отнять. Это очень классно. То есть, это создает впечатление такого целостного... О, ой-ой-ой. Так. Тут много биомехов. Надо быть просто аккуратным и уклоняться вовремя. Создает впечатление целостного мира. Это я хотел сказать. Там креативный противник. Что что? Мы двигаемся в следующую область. Она, надо сказать, очень красивая, но очень-очень раздражает. В том случае, если нужно получить максимальное количество. Это очень красивая область. Она мне очень нравится. Но опять же, проблема у них в том, что противники появляются по триггерам. То есть, нужно пересечь определенную дни. И тогда они появляются. Проблема в том, что линий здесь их очень много, так как очень много возможностей прийти к нужной точке через все это. через всю эту долину, поляну или. Соответственно, там, где вы не пройдете, там противники не появятся, и они не самоликвидируются. После прохождения уровня или после того, как даже бьем с этой локацией, поэтому эти ребята останутся не убитыми. Орел сейчас. В принципе, здесь помогает то, что они их можно постоянно слушать. То есть, вот это вот их рычание. Если они готовы к тому, чтобы вылезти. Поэтому можно понять, пропустили ли вы кого-то или нет. Их слышно довольно далеко. Я для себя разработал уже маршрут. То есть, я предпочитаю сначала пройти вот здесь, по окраине. Сделать круг вокруг горы. И пройти уже дальше. Это скучно, это раздражает, но у нас такой формат, что уж поделать. Возможно, когда появляются мелкие лукзаны у них тоже следует обращать внимание и убивать в первую очередь потому что их ракета довольно смертоносная а вышло очень много рио соответственно значит и кто-то очень много опять же слышно довольно далеко поэтому и вот вот за тем вот озером их тоже слов если вы все-таки заметить мне благодарным делом именно убивать здесь их полемов а в этой долине то рекомендую просто пройти здесь по всем путям дойти до двери он там и собственно до нас постоять послушать походить по уровню если кого-то слышите то просто ищите куда бы наступить чтобы противник появился ясно решил наил вот здесь вот вот эти вот если прыгать то точно появятся ребята пожалуй проеме здесь дальше ведь воздушный чувак удачно получилось да но я опять вооружии путаюсь а и а а а и и и и и и и и и здесь у нас все этой зоне вроде бы поэтому краешку кстати можно проходить сначала этой локации если хотите меньше проблем и просто пройти без заморочек вот прям здесь по моему то а хотя нет здесь появляются ребята а еще и укзан с самого начала уровня можно просто идти сюда и большинство врагов просто пропустить потому что вот эти вот бои к сожалению не очень веселые что у а и а и и и и и и и и Продолжение следует... Самое забавное, что надо залезать вот сюда. Чтобы убить этого одинокого голема. Что стало с ядром? Так, ну вроде все. Мы сделали полный круг. В этой области, по крайней мере, никого не слышно. А, нет, стоп. Кубзан. А, да. Во, вот этот, кого мы слышали. Да, это было неудачно, но... Страшно. Вот здесь сейчас, ребят, разбудим. Должны быть, наверное. Так. Должны быть, наверное. Должны быть может быть? Должны быть, наверное. но справедливости ради визуал этого места лично для меня упает огрехи с спаунами врагов мужа я в обычном прохождении когда вот это вот игра и никогда этого не делаю помню вот есть кто по всему нет эти звуки доносятся скорее всего озеро лавы уже от кей а я тут еще один чувак и было его не пропустил было бы обидно ну все пора спрыгивать офигеть еще чувак жив вроде все идем другие и самое обидно что эти платформы падают причем они иногда падают под весом поливов и возвращаясь обратно придется получить немного урона а вот 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 Играет музыка. Здесь воздушный горем. И на этом мы озеро закончили. Далее вот эта местность. Я предпочитаю обойтись здесь с краю. Покажу почему. Еще один спрятался. Ой, какой у вас тут. Рыкзан появляется. Мы подходим к двери. И вот здесь появляются Рыкзана. Два маленьких один большой. Поэтому я предпочитаю отсюда их отстреливать. Просто потому что безопасно. А, тот второй мелкий. Против меч не забыл. 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 здесь еще должен быть звуки вот отсюда идут около аптечки появятся мелкие лавовые големы и больше ничего не слышно да вроде столько же вроде бы столько же и было это арена финального босса финальных боссов точнее здесь будет получать не появляться разные големы большие разумеется практически по всеми с ними можно будет схитрить и обязательно покажу как это я не буду хитрить совсем потому что это скучно увидеть более вот здесь ничего сложного сейчас должен появиться нему насколько я помню вода закипела полагаю этот летит прямо на меня, лучшую атлентрисовую сейчас с ним разобрались прикончим его порождение которые опять же не считаются как убийство напомню слишком много урона от них получаю но в целом нормально как раз воздушный появился воздушный голем напомню никого не порождает но однако эти вот ребята появляются сами по себе и они считаются как раз таки убийством хотя это практически бесполезная информация потому что мы в любом случае тут всех будем убивать иначе они просто будут мешаться но тем не менее для справки я поубиваю сначала их мне кажется что если чересчур быстро убить воздушного голема то спауны их прекратятся а нам этого не хочется и так и так и так и так еще должна быть парочка на сколько я помню и нет он с ним разобрались и теперь я покажу как можно всех тех боссов хитрить скажем так здесь и вот эти вот замечательные колонны есть везде мы просто прячемся за ними здесь появится каменный голем я хочу схитрить именно на нем потому что он слишком много порождает этих големят и они в свою очередь порождают тоже и тут очень быстро превращается вот поэтому просто делаю вот так когда у нас не видит он не порождает никого в принципе все голем и так устроены в игре когда он умрет он естественно выплюнет из себя всех своих порождений но ими разобраться будет не так уж и проблематично и в принципе на всех эти боли вопрос просто можно вот отсюда и так актив босс расстрелять и все наверное также с финальным поступлю на баллу это конечно немного некрасиво но первых мета никто не заключает делать все обычный а бьюз искусство интеллекта игры я не знаю возможно ли так сделать вот уже слышу появление финального босса ну и сниму поступим право так же смотрите как красавец так вот я не знаю возможно ли сделать так в редакторе и вообще есть такая фишка в движке но эти бы колонны сделать прозрачными для искусства интеллекта чтобы увидел игрока сквозь них и термо швырялся мы своими всякими руками и колонны мы со временем разрушались тогда бы это полностью исправила бы эту ситуацию и не позволила бы вот так вот просто издеваться над финальным боссом потому что вот эти вот 7 я по сути просто высказываю неуважение к самому финальному боссу и к тому кто вообще все это проектировал но потому что то видите это просто это просто смешно ну или хотя бы сделать чтобы здесь и здесь сами по себе появлялись големы почему нет это бы заставило игрока двигаться это фиолетовый голем швыряется разными вещами порождает таких разных големов можете видеть но они не считаются как убийство то есть видите да если мы убиваем вот этого чувака то число просто не меняется соответственно мы просто валим с уровня в любом случае они сейчас умрут потому что по задумке остров должен взорваться так что да миссия выполнил миссия выполнил да вот мы закончили брайдер конечно же вот это вот расстраивает эта ситуация со спаунами и вот это вот тоже не знаю почему здесь изображение предыдущего уровня я такое часто замечал ну ладно это это все неважно важно то что в целом и вот этого дополнения вся вот эта компания хорошая они гениальны ни в коем случае она и не отвратительную опять же просто просто хорошая особенно если играть не этот нормальный человек они как вот я стараться и так далее вот в целом да такая вот компания сейчас смотрю на счетчик убийства у меня вот я проходила за туровым по моему раза четыре у меня вот один раз из четырех здесь было 725 убийства и остальные разы и в том числе и сейчас 723 я не знаю почему я не знаю что за дом возможно действительно во время фазы воздушного голема там это ребята просто не появляются вот эти два мелких воздушных големов по какой-то причине наверно как и гарпии в уровне 5 отличие от уровня 5 гарпии убила хотя бы важно убийство в общем я очень рад что я закончил все вот это вот спасибо что смотрели это безобразие всего хорошего и до новых встреч да и и и